В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. По коронавирусе и экономике губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел итоги года. Зимние каникулы в преддверии новогодних праздников госавтоинспекция проводит профилактическую акцию. Лидер 21 века в Сарове завершился муниципальный этап всероссийского конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. О четвертой волне коронавируса, поддержке семей с детьми и борьбе с безработицей губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел итоговую пресс-конференцию. Подробности в следующем репортаже. За яркими эмоциями и праздничным настроением саровчанам в этом году можно не отправляться в далекие путешествия. Сказку для нас готовят в сердце области в рамках проекта «Нижний Новгород. Новогодняя столица России». Гостей праздника будет ждать насыщенная программа. Иллюминация – культурно-развлекательная программа не только в центре, но и в районах. Одной из основных площадок в центре станет обновленная территория ярмарки, где мы сейчас находимся. Здесь будет установлен главный каток с различного рода активностями и локациями. На стадионе «Труд» состоится ледовое шоу представления «Щелкунчик» Ильи Авербуха. Губернаторская елка с ледовым шоу «Спящая красавица», которую ставит Татьяна Навка, пройдет в КРК Нагорный. Этот проект завершает цикл мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода, пояснил Глеб Никитин. В сфере здравоохранения глава региона отметил, что Нижегородская область в 2021 году направила около 1 миллиарда рублей на поддержку медиков, участвующих в борьбе с пандемией ковида. Каждый второй житель Нижегородской области привит от коронавируса. Также Глеб Никитин рассказал о мерах поддержки семей в уходящем году. Я убеден, что поддержка семей с детьми и тех, кто нуждается в нашей особой заботе, должна быть действительно ощутимой. Особенно в такие непростые периоды. В 2021 году мы выделили уже 31 миллиард рублей в виде различных социальных выплат, причем свыше 17 миллиардов за счет областного бюджета. Это почти в два раза больше, чем в 2017 году. Для сохранения рабочих мест с момента начала пандемии из регионального бюджета направили порядка 5 миллиардов рублей к федеральным выплатам. А всего на стимулирование экономики в период ограничений выделили свыше 100 миллиардов рублей, подчеркнул глава. 10 подростков погибли в ДТП на дорогах Нижегородской области за 11 месяцев этого года. Чтобы избежать подобных трагедий, госавтоинспекция проводит информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Подробности далее. За 11 месяцев на территории Нижегородской области зарегистрирована 491 авария с участием детей. 10 подростков погибли и 545 получили ранения различной степени тяжести. По неосторожности детей произошло 154 ДТП, в которых два ребенка погибли и 154 получили ранения. Риск возникновения подобных происшествий с участием детей в «Зимние каникулы» повышается. В свободном времени у них появится очень много лыжи, коньки, иные какие-то средства мобильного передвижения. Да и просто игры во дворах, на каких-то спортивных площадках будут опубликовать то, что дети будут зачастую переходить проезжую часть дороги. Игры во дворе также опасны тем, что во дворах находится проезжая часть дворовых проездов, по ним ездят автомашины. С 20 декабря по 15 января госавтоинспекция будет проводить для детей комплекс профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения. В рамках «Зимних каникул» юных саровчан ждут акции, флешмобы, конкурсы творческих работ. Также патрули ДПС будут нести службу в местах массового скопления детей. Призываю всех участников дорожного движения быть очень бдительными в период проведения «Зимних каникул», быть готовым к появлению детей как в установленных местах на пешеходных переходах, так и во дворовых территориях, пропускать пешеходов, передвигающихся не только традиционно в пешем порядке, но и на средствах индивидуальной мобильности. Одним из приоритетных направлений работы сотрудников ГИБДД станет выявление опасных зимних горок. Саровчан призывают сообщать о горках, съезды которых ведут на проезжую часть. Обращение можно отправить по почте гибдд52собака.мвд.ру Эксперимент по приему органами власти обращений граждан через единый портал госуслуг продлил Михаил Мишустин. В этом году эксперимент проходил с участием Минздрава, Министерства просвещения и Фонда обязательного медицинского страхования. В 2022 году к нему смогут подключиться аппарат правительства, Центральная избирательная комиссия, Госдума и другие ведомства. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Закон, который продлевает заморозку накопительной части пенсий до 2024 года, подписал Владимир Путин. Документ сохраняет действующий с 2014 года порядок. Отчисления в размере 6% от зарплаты будут направлены на страховую часть пенсии и пойдут на выплату нынешним пенсионерам. В связи с резким понижением температуры воздуха, который прогнозирует Нижегородская область в ближайшие сутки, Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области рекомендует при понижении температуры воздуха до минус 25-29 градусов не направлять в образовательные организации учеников первых-четвертых классов. При понижении температуры воздуха до минус 30 градусов не направлять в образовательные организации учеников первых-девятых классов. Родители школьников могут самостоятельно принять решение о посещении ребенком школы под свою ответственность, уведомив об этом образовательную организацию. В таком случае уроки, которые школьник пропустил из-за погодных условий, не засчитают как пропуски по неуважительной причине. При этом учебный процесс в школах будет проходить в штатном режиме, несмотря на погодные условия. Переход на дистанционное обучение в подобных ситуациях не предусмотрен. Вакцинацию детей и подростков от COVID-19 включили в новый национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Прививать россиян от 12 до 17 лет планируют начать до конца года. Вакцинировать их будут препаратом «Спутник М». Это разбавленный в пять раз вариант «Спутника Ви», которым в России прививают граждан старше 18 лет. Подростковый вариант вакцины будет также двухкомпонентным. Интервал между дозами составит 21 день. Вакцинация подростков от COVID-19 будет проходить добровольно при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя. С 15 лет подросток сможет самостоятельно подписать согласие на вакцинацию. Продолжается благотворительная акция «Новогодняя сказка-2021». В этом году елку украсили письмами с желаниями воспитанников Богоявленского детского дома и Центра социальной помощи семье и детям города Сарова. Пятый год подряд комиссия по работе с молодежью правком РФИАЦНЕВ проводит благотворительную акцию «Новогодняя сказка для воспитанников детских домов». В этом году мы работаем с Богоявленским детским домом, получили письма от воспитанников. И также от детей Центра социальной помощи семье и детям города Сарова. Так называемый «теплый дом». В штабе правкома уже лежит 40 писем. Все они разные. Кто-то хочет в подарок получить игрушечный шуруповерт, кто-то – конструктор. А кому-то и вовсе любой подарок будет в радость. Подари мне, пожалуйста, пастель для рисования и альбом. Я обещаю вести себя хорошо. С Новым годом! Жду тебя в гости! Каждый год ребята из правкома стараются рассмотреть те детские дома, куда меньше всего ездили молодежные комиссии подразделений. Активисты хотят, чтобы каждый ребенок почувствовал себя счастливым в этот волшебный праздник. Профессуизная организация активно поддерживает детские дома. И многие молодежные комиссии правкомов подразделений ядерного центра берут шефство над детскими домами. И в течение года, независимо от акции, им всячески помогают. И эта акция является финальным аккордом под конец года в качестве поздравления детей уже с Новым годом. Стать Деда Мороза может любой желающий до 25 декабря. Достаточно просто прийти в штаб правкома на улицу Куйбышева, дом 14, комната 108. Снять с елочки письмо, прочитать его и подарить ребенку мечту. Более подробную информацию можно получить по телефону 49 108 или 8 987 753 50 54. Ирина Вашегородцева, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Творческие мастерские, просмотр кинофильмов и мультфильмов, экскурсии и интерактивные занятия. Художественная галерея представила программу на новогодние каникулы. Подробности далее. 31 декабря художественная галерея выйдет в онлайн, чтобы накануне праздника создать со всеми желающими елочные украшения. Мастерская «Полосатый Новый год» начнет свою работу в 10 утра на площадках ВКонтакте, Фейсбука и Инстаграма. А с 3 по 9 января саровщаны ждут на традиционные каникулы в художественной галерее. Художественная галерея всегда готовит к зимним каникулам особенную программу. Так происходит и в этот раз. У нас 6 дней мы работаем в каникулы. И все эти 6 дней с 10 до 16 часов будут заполнены событиями, на которые мы приглашаем и детей, и взрослых. Каждый день в художественной галерее гостей ждет что-то новое и интересное. Познавательные занятия, тематические и творческие мастерские, фильмы и мультфильмы для детей разного возраста, а также экскурсии по выставкам, художники Сарова и воспоминания, мифы и сны. В 12 часов наша традиционная творческая мастерская, которая каждый день будет посвящена новой теме, но, конечно, это все связано с Новым годом. Мы будем делать пингвинов, тигров, разные новогодние подарки. Будет у нас творческая мастерская для детей постарше, для среднего и старшего звена школьного. И мы займемся линогравюрой, печатной техникой. Из-за пандемии коронавируса в художественной галерее действуют ограничения. Например, посмотреть кино смогут не более 88 человек за один сеанс. На экскурсии, занятия и творческие мастерские нужно предварительно записаться по телефону 702-87 или 702-94. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Сарове завершился муниципальный этап всероссийского конкурса «Лидер 21 века». В этом году в нем приняли участие пять активистов в возрасте от 14 до 17 лет. Подробности в следующем репортаже. Лидеры и руководители детских и молодежных общественных объединений могут попробовать свои силы в конкурсе «Лидер 21 века». Первый этап состязания – муниципальный. Участникам необходимо было подготовить презентацию на тему «Творю, пробую, ищу и развиваюсь». И я решила провести мастер-класс по поиску информации и созданию родословной, поделившись своим опытом со сверстниками. Результат работы сильного лидера – успех и продвижение его организации. Таким образом, активисты рассказывали не только о личных победах, но и о достижениях своей команды. Российское движение школьников – это следующая ступень моей общественной деятельности. В прошлом году мы с ребятами стали участниками всероссийского конкурса «Здоровое движение», где мы стали победителями и получили главный приз – поездку в Москву. Второе задание – экспромтное. За 10 минут конкурсанты создали чек-лист с ежедневными самомотивациями. Далее представили свою работу жюри. Начинать с заполнения ежедневника 6 минут, в котором прописывать благодарности за те события, которые уже произошли в твоей жизни. Победителем стала Елизавета Юдакина – 11-классница гимназии номер 2. Девушка будет представлять Саров на региональном этапе конкурса. Серебряные и бронзовые призеры получили дипломы, а все участники – памятные подарки. Конечно, очень здорово, что есть такая возможность показать свои достижения на уровне города. И я, скорее, не волновалась, потому что неделю назад, как рассказала ранее, участвовала в конкурсе «Ученик года». И уже не было страха, было желание просто рассказать еще раз о себе. Ульяна Скородумова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В спортивной школе «Икар» прошло первенство города по боксу. В соревнованиях участвовали как опытные спортсмены, так и совсем юные ребята. Победителей и призеров наградили дипломами и подарками. Подробности далее. Для Никиты Конегина первенство города по боксу – его первые соревнования. Молодой человек пришел в спорт совсем недавно и в первом же бою занял первое место. Но на этом боксер не планирует останавливаться. На первенстве города свои силы попробовали как ребята со стажем, так и те, кто занимается в спортивной школе «Икар» всего несколько месяцев. Есть, конечно, над чем работать, всегда есть над чем работать. И, так сказать, совершенствоваться, чтобы улучшать свои результаты и добиваться новых высот. Надо верить в победу. Очень сильно надо верить в победу и надеяться верить в себя. Для спортсменов каждое соревнование – толчок для развития и мотивации. Городское первенство по боксу не стало исключением. Здесь ребята реально оценили свои силы и возможности, проверили себя в стрессовой ситуации. А тренеры смогли увидеть в юных боксерах необходимый потенциал. Видно прогресс детей, которые занимаются систематически. Дети, которые сегодня проиграли. Понятно, что они кто-то там в среде своей загрузки в школе поменьше ходят. Я думаю, что они пересмотрят отношение к своим тренировкам и будут приниматься соответствующим. Такие соревнования позволяют развиваться людям, молодежи, заниматься спортом. Соперник у меня был не совсем равный, он был слабее меня. Но все равно очень достойно вел бой. По итогам первенства города по боксу победители и призеры получили дипломы и сертификаты спортивного магазина. Впереди юных спортсменов ждут выездные соревнования в Арзамас и Лысково. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!